Доброе утро! Здравствуйте, дамы и господа! Рад вас приветствовать на нашем бизнес-лифте. И сегодня он вот так вот необычно проходит в онлайн-формате. Честно сказать, ужасно непривычно, потому что я вас не вижу, вижу только камеры. Но я надеюсь, это не помешает нам сделать это мероприятие полезным, актуальным. И, собственно говоря, поможем вам и вашему бизнесу в этой части. Давайте представлюсь. Меня зовут Сергей Кулешов. Я заместитель генерального директора компании 1S Bittrex. И сегодня я начну со своего доклада про противостояние маркетинга и продаж. Моя задача будет рассказать немножко про технологии. Я надеюсь, что у нас все готово. Коллеги, включите, пожалуйста, мою презентацию. Я думаю, что мы можем начинать. Несколько важных моментов, которые, на мой взгляд, актуальны сейчас с точки зрения такой вот трансляции в YouTube. У вас есть чат, и я призываю вас сохранять спокойствие и здравый смысл при общении в чате. Но для того, чтобы позадавать нам вопросы, нам, я имею в виду себя и других спикеров, которые сегодня будут для вас выступать, мы сделали специальную форму. Поэтому это нужно для того, чтобы наши модераторы не потерялись в чате среди большого количества сообщений. Эта форма доступна по QR-коду или прямо в описании под трансляцией. В описании под трансляцией есть специальная ссылочка. Вы можете по ней перейти и задать ваш вопрос, который мы озвучим здесь. И, соответственно, спикер на него ответит. Так что участвуйте, общайтесь в чате и поехали. Сегодня моя задача немножко поговорить о технологиях, о том, что же за противостояние периодически происходит между руководителями, между отделами маркетинга и отделами продаж или просто между маркетологом и продажником, если их небольшое количество в вашей организации. Начну немножко с цифр. Что вообще в целом происходит в продажах? Происходит обычно такое, что вызывает у меня нервную дрожь. Например, как вы видите из цифр, порядка 80% компаний никак не используют данные о своих клиентах, которые даже смогли накопить. То есть, помимо того, что не очень-то многие и накапливают эти данные, к сожалению, очень мало кто может их использовать. Порядка 70% компаний не строят свою воронку продаж и не выстраивают вообще всю цепочку взаимодействия с клиентом, весь клиентский путь, по которому клиент идет, пробираясь через препятствия для того, чтобы отдать в компанию деньги, для того, чтобы получить хороший сервис или хороший продукт. Ну и отсюда вытекает третья цифра. Всего лишь 22% руководителей довольны своими продажами. В общем, неприятная картина. Но давайте посмотрим еще на несколько цифр, которые, на мой взгляд, очень важны. Это роль технологий в продажах. 24% продавцов анализируют ситуацию со сделками. То есть вообще разбираются, выиграно, проиграно и почему. То есть почему, например, выиграны сделки. Какие факторы повлияли на этот выигрыш. Анализируют, почему сделка была проиграна. И разбираются, как избежать каких-то препятствий для клиента в этой части. Что можно поменять во внутренних процессах и так далее. 31% сделок срывается по банальнейшей причине, потому что продавец поговорил не с тем человеком. Это тоже, на самом деле, проблема скрипта, проблема управления продавцами, проблема выстраивания для них определенных стандартов, по которым они должны действовать. И 39% отделов продаж имеют свои сценарии. То есть количество уже больше. Безусловно, я надеюсь, что многие понимают важность сценариев в продажах, важность выстроенных процессов. И, конечно, этот показатель неплохой. Переходим к противостоянию. Откуда берется противостояние и что, собственно говоря, оно из себя представляет. Сразу скажу, что основная, это довольно очевидная вещь, основная проблема противостояния двух, скажем так, подразделений в компаниях, это разные цели. Вот простой пример. Когда вы покупаете себе рекламу, то есть ваш маркетолог оплачивает какой-то счет, закупает где-то рекламу и получает какое-то количество фидбэка от клиентов. То есть они начинают звонить, писать, приходить в компанию, реагируя на рекламные объявления. Ну, я надеюсь, что рекламная компания была достаточно грамотной, чтобы все-таки привести лиды. Но в этот момент часто возникает проблема с тем, что конверсия в продаже не такая, которую бы все ожидали. И тут возникает вопрос, а кто виноват и что делать? Да, потому что денег нет, а нужно держаться, как было написано у меня в названии доклада. И здесь обычно возникает такая стандартная проблема, когда одни говорят на других, те на этих, что реклама плохая, не те лиды привели и так далее. А, соответственно, продажники, маркетологи говорят, что нет, мы все нормально привели, вы просто продаете плохо и так далее. И здесь очень важно задуматься над тем моментом, то есть как вообще на корню зарубить вообще любые противостояния, любые проблемы в этой части, это разобраться с тем, какие цели и задачи стоят перед отделом маркетинга и какие цели и задачи стоят перед отделом продаж. Ну, в частности, на какую цель работает маркетолог? Какие у него KPI? То есть что он должен сделать, чтобы получать свою зарплату в полном объеме? Безусловно, это в первую очередь приходит нам в голову, это правильное ведение рекламных кампаний, собственно говоря, доведение до результата, то есть поступление определенного количества лидов в отдел продаж. При этом, когда мы смотрим с вами на передовую, то есть на наш отдел продаж, которого, собственно, KPI – это продажи, то есть количество совершенных продаж в деньгах, в штуках, не имеет принципиального значения, мы понимаем, что здесь что-то не так, потому что на самом деле отдел маркетинга должен точно так же участвовать в процессе продаж, как отдел продаж, ну, разве что не быть на передовой, но обеспечивать эти продажи. И, собственно говоря, решением этого противостояния является общая цель, поставленная для обоих отделов. И эта общая цель, безусловно, продажа. То есть как маркетолог, так и продажник должны работать на одну цель, на совершившуюся продажу. И когда мы таким образом выстраиваем наше целеполагание, мы получаем, собственно говоря, довольно существенный профит, потому что маркетинг теперь думает не только о как побольше привести лидов, а как привести лидов покачественнее, и видит фидбэк реальный от отдела продаж, наблюдает за тем, как это происходит, может интегрировать какие-то свои рекламные инструменты, рекламные материалы в процесс продаж, может помогать выстраивать сценарии, потому что лучше понимает, на что пришел клиент, с какой потребностью он отреагировал на рекламу, и как из этого можно извлечь максимум пользы в процессе коммуникации с этим клиентом и так далее. И отдел продаж, соответственно, тоже получает от этого сплошное удовольствие, потому что у него начинает получаться, у него есть подспорье в виде отдела маркетинга, который помогает материалами, который помогает выстраиванием цепочек, помогает возвращать клиентов и так далее. Как вообще, что должно происходить в компании, чтобы подобная история заработала? Безусловно, нужно помимо того, что ввести все воронки, начиная от первой части воронки трафика и заканчивая, собственно говоря, превращением в продажи и в повторные продажи, нам нужно все это анализировать и давать эту аналитику как к тем, так и другим. Ну вот как простой пример, такой житейский. Он, конечно, очень абстрактный, но я надеюсь, будет понятно, что я хочу донести. Прибегает супермен-маркетолог, которому прилетела задача, что нужны лиды, и решает запустить рекламную кампанию в социальных сетях. У него есть три канала, которые он может использовать. Условно три канала, безусловных, конечно, больше. Эти три канала он может использовать для того, чтобы привлечь клиентов. Ну и, собственно говоря, стандартная схема. Мы делаем странички, мы делаем рекламные объявления, размещаем это на соответствующих рекламных площадках и начинаем крутить рекламу. Рекламу мы прикрутили, у нас приходят лиды, все нормально, продажники довольны, у нас начинаются продажи, все хорошо, но в этот момент, естественно, у всех начинает просыпаться аппетит и хочется продавать больше. Собственно говоря, вот у нас есть такая картина, мы знаем, сколько стоит лид каждый конкретный социальный стиль или для каждой конкретной рекламной кампании, в данном случае это не принципиальное значение, и, соответственно, тут мы выбираем, а куда влить больше денег, то есть куда определить, собственно говоря, следующий бюджет, как сместить акценты. С первого взгляда кажется, что вообще-то нужно пойти туда, где лид получается дешевле, это очевидно, но дальше возникает следующая ситуация, что может возникнуть проблема, потому что мы влили туда, где дешевле, а продажи начинают не расти, а наоборот даже снижаться, потому что мы переместили свой бюджет не в тот канал, который давал основной приход. Собственно говоря, в этот момент что думает директор, потому что меня кто-то обманывает здесь, и, собственно говоря, спрашивает с двух наших противоборствующих сторон, кто виноват. И после определенного количества итераций, расчетов, аналитики и так далее, они могут выдать какой-то ответ, что типа, ребята, да, конечно, стоимость лида, она варьируется, и здесь, конечно, сильно дешевле, но конверсия по этим лидам сильно ниже, зато есть более оптимальный подход, там средняя цена, но с очень хорошей конверсией. Понятно, что здесь кто был неправ? Маркетолог, который выбрал не ту рекламную компанию, или продажники, которые не сказали, из какой рекламной компании больше конверсия происходит и так далее. Все это, безусловно, решается настройкой аналитики. То есть аналитика в данном случае важна в том числе для того, чтобы работать с едиными целями. И сквозная аналитика, которая позволяет отследить весь путь клиента от того, как он увидел рекламную компанию, отреагировал на нее, до того, как он первый раз купил, второй раз купил, третий раз купил и так далее. И таким образом мы точно понимаем, какой рекламный канал нам дает какую конверсию и какой приход в деньгах. Но для того, чтобы такие чудеса работали, для того, чтобы наши компании и отделы, которые занимаются привлечением и продажами, были вооружены технологически, вооружены информацией, данными, которые им для этого крайне необходимы, нужно подумать о технологиях, о том, что мы будем применять. И первое, о чем стоит поговорить и на что стоит обратить внимание, это, конечно, процессы, которые происходят внутри компании. Есть целый ряд процессов, на которые нужно пристально посмотреть и обратить внимание на то, что в них происходит, как происходят те или иные моменты, и где в этих процессах мы можем, во-первых, помочь участнику процесса, помочь автору процесса, того, кто выполняет какую-то работу с точки зрения технологий, то есть максимально зафиксировать все, что происходит. То есть на каждом процессе нам в идеале нужно знать и сохранять в CRM-системе, что именно происходит, как происходит взаимодействие, какая реакция у нас идет от клиента и, соответственно, ввести по определенному сценарию. Поэтому мы заглядываем в каждый из этих процессов, смотрим, как нам аккуратно, плавно встроить туда CRM-систему и учет для того, чтобы в дальнейшем получить из этого аналитику и инструменты автоматизации. С чего мы начинаем обычно? С контроля коммуникаций. То есть одна из наших самых, скажем так, важных вещей, потому что люди общаются с людьми, и нам нужно коммуникации затянуть в CRM-систему. Для этого мы используем интеграцию с телефоней, то есть мы подключаем все телефоны, мобильные, стационарные, по которым идет коммуникация с клиентом, подключаем к CRM, и помимо того, что мы фиксируем факты переговоров, фиксируем длительность этих переговоров, фиксируем текст, то есть мы можем сохранить запись разговора и даже расшифровку этого разговора в CRM-системе для того, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию в продаже или в аналитике, мы также получаем дополнение с точки зрения инструментария, то есть менеджер видит, кто звонит, видит сразу же все сделки по этому клиенту и может быстро реагировать, быстро давать информацию и соблюдать скрипты, соблюдать тот сценарий, который заложен в вашу продажу. Безусловно, мы подключаем туда e-mail, потому что без e-mail, в частности, B2B сейчас пока трудно себе представляется, хотя все больше мессенджеров там присутствует. Получать письма, отвечать на них, собственно говоря, ввести какую-то обработку, можно сохранить свои привычные инструменты, какие бы они ни были, то есть это может быть Outlook, это может быть какой-то другой почтовик или просто веб-интерфейсы популярных почтовых систем. Но интеграция CRM-системы позволяет, собственно, все эти письма сохранять, прикрепляя карточки сделки, карточки продажи и, соответственно, опять же, фиксировать все, что происходит, чтобы в дальнейшем использовать для аналитики, для разбирательств причин и почему сделка сработала, выиграна была или почему она была проиграна, для таких вещей. То же самое касается различных мессенджеров и социальных сетей. Они точно так же должны быть интегрированы с CRM-системой, ну, в первую очередь для того, чтобы фиксировать, то есть мы должны понимать, что было общение, мы должны фиксировать это и обвешивать это сценариями дальнейшей работы. Вторая причина подключения – это, собственно говоря, качественная работа с клиентом, потому что этот канал особенный, это не телефон, к которому привыкли люди и привыкли к формату общения по телефону, это мессенджер, и здесь люди привыкли к определенным сценариям, к определенному шаблону взаимодействия, и его надо обеспечивать. Поэтому здесь CRM нам позволяет, собственно говоря, во-первых, отвечать клиенту там, где ему удобно, то есть мы ему даем тот инструмент коммуникации, который ему вот сейчас почему-то понравился, и он готов и хочет его использовать. Во-вторых, мы обеспечиваем качество этого ответа, то есть за счет того, что CRM-система имеет определенные сценарии взаимодействия, и в ней могут быть сохранены шаблоны ответов, которые менеджер может быстро подставить, откорректировать, и тем самым соблюдать стандарт качества коммуникации с клиентом без дополнительных затрат по времени. То есть, в конце концов, набор текста – это всегда определенное время. Можно использовать для этого шаблонные ответы, которые, собственно говоря, будут сокращать время и увеличивать, улучшать качество взаимодействия с нашими клиентами. Плюс к этому оперативная реакция, реакция на уровне хорошего общения, так же, как по телефону, условно, через соцсети или мессенджеры дает определенные преимущества с точки зрения продвижения, с точки зрения конверсии из той же рекламы в лиды. Вот простой пример. На страничках вы сейчас видите, собственно говоря, вырезки того, как быстро отвечает компания, и, естественно, при реакции на рекламу человек попадает на вашу, например, группу или на вашу страничку в социальной сети, и он видит, как быстро вы отвечаете. Ну и, собственно, от этого будет зависеть конверсия. То есть, как он среагирует? Ответит он сейчас здесь? Или пойдет идти через телефон и нагружать ваш колл-центр? Или вообще подумает, да не, не готовы здесь быстро общаться, значит, не буду в принципе. То есть, это тоже один из факторов, влияющих на эффективность рекламных кампаний. CRM нам позволяет все эти каналы затянуть в одно окно, затащить это, грубо говоря, в очередь из менеджеров и операторов, которые отвечают на эти вопросы, по сути, пользуясь одним окном. У них там и телефон, у них там и, собственно говоря, все чаты, все общение через какие-то соцсети и мессенджеры, и они спокойно, без паники, используя шаблонные ответы, отвечают и общаются с клиентами, обеспечивая высокий уровень стандарт качества, и, собственно говоря, хорошую конверсию. При этом контакт-центр, который является неким связующим, звеном всех коммуникационных каналов CRM с клиентами, обеспечивает довольно много всяких каналов. То есть, это, понятно, история с колл-трекингом, то есть, нам нужно размещать телефоны, менять их в зависимости от того, откуда и по какой рекламной кампании нам звонят, чтобы отслеживать для сквозной аналитики совершенно, ну, как бы точную цепочку действия и переходов клиента. Сбор различных заявок из лид-форм в социальных сетях, в поисковом индексе, да, то есть, когда Яндекс ввел Яндекс.Чат, стало удобно просто прямо из результатов поиска с компанией пообщаться. Этот инструмент также повышает конверсию работы рекламы и работы, например, тех средств, которые вложены в SEO-продвижение. Ватсап, Телеграм, Инстаграм, электронная почта и многое другое, все это подключается в режиме контакт-центра. То есть, вы заходите в один инструмент в CRM и выбираете те каналы, которые хотите подключить, и подключаете их с помощью инструкции. Но мы идем дальше. Каналы коммуникации мы подключили, и дальше для того, чтобы, опять же, во-первых, разобраться, кто же прав, кто виноват, да, и объединить единой целью, и собрать это все в одну аналитику, нам нужно выстраивать следующие цепочки. То есть, лиды, которые мы получили так или иначе, и неважно это, магазин, лендинг, просто социальная сеть, просто лидозахватывающая форма и так далее, какой-нибудь Телеграм-канал, по сути, не имеет значения. Все это превращается в какую-то коммуникацию или в заявку, или в конкретный заказ, который должен попасть в CRM. И после этого мы в CRM начинаем работать с тем, что происходит. По поводу воронок. У нас с вами есть большое количество воронок. И зачастую, если мы разделяем KPI разных отделов, то есть, грубо говоря, отдела маркетинга и отдела продаж, то у них получаются две свои отдельные воронки. То есть, маркетинг работает с трафиком, дальше он работает с реакцией на, собственно говоря, объявления, то есть с переходом, дальше он работает с каким-то call-to-action, то есть с тем отреагировал клиент, ввел ли свои данные, нажал ли кнопку заказать и так далее. И, по сути, на этом его воронка условно заканчивается. У продаж в этот момент воронка начинается. То есть, грубо говоря, наш с вами менеджер по продажам получает этот лид где-то и начинает с ним работать, у него своя воронка. Но на самом деле, по большому счету, то мы можем объявить это все в одну воронку, которую вы сейчас видите на своих экранах. То есть мы от работы с трафиком до приземления его, до получения лида, дальше к продажной какой-то процедуре, когда мы общаемся, коммуницируем, совершаем какие-то действия для того, чтобы клиент приобрел. Дальше у нас идет процесс работы уже с непосредственным заказом, превращение этого заказчика в постоянного покупателя и возвращаем его, собственно говоря, в какую-то часть воронки, где у нас может быть продолжено с ним общение, чтобы он покупал у нас снова, снова и снова. И настраивая эти воронки в CRM-системе, мы можем, опять же, оставить их разными. То есть, например, для маркетинга это может быть отдельная воронка, но у нее должна быть абсолютно точно плотная связь с продажной воронкой. И тогда мы сможем с вами отслеживать, как происходит движение между воронками, на каких этапах в маркетинге работа идет эффективнее или менее эффективно, на каких этапах в продаже эта работа идет эффективнее или менее эффективно, на каких этапах дальнейшего обслуживания, поставки товара, организации услуги, предоставления ее, сбора обратной связи, повторной продажи и так далее. То есть количество воронок, которые у нас с вами могут быть в CRM, оно, по сути, может быть огромным. И между ними всегда должна быть связь для того, чтобы, во-первых, мы между воронками не теряли лиды, потому что это будет автоматизированный процесс. Если у нас с вами дошел лид до какой-то маркетинга воронки, мы прокинули его дальше. В продажах он дошел до определенной стадии, мы прокинули его дальше в обслуживание или в оказание услуги и так далее. И не забываем, что у нас точно так же есть возможность возвращать наших клиентов. Соответственно, финальная стадия последней воронки не должна быть никогда финальной, она должна возвращать наших с вами клиентов на какую-то из предыдущих стадий или в отдельную воронку возвращения клиентов, чтобы мы клиентов все время оставались у них в центре внимания и возвращали, и возвращали. Когда мы с вами определились со сценариями, создали определенное количество воронок, которые помогают нашим менеджерам, маркетологам вести клиента по этой цепочке, пришло время для того, чтобы подумать об автоматизации. Очень многие вещи мы можем заменить роботами, очень много контроля, который выполняют люди, можно заменить роботами. Это означает, что мы высвобождаем время, например, у руководителя отдела продаж или у того, кто занимается контролем отдела продаж или кто занимается контролем маркетинга. Мы высвобождаем время на какие-то более важные стратегические дела. Каких роботов мы можем использовать? Мы можем использовать роботов для того, чтобы воздействовать на сотрудника внутри. То есть мы можем ему давать задачи, поручения, назначать для него встречи, делать за него какую-то часть работы, то есть, например, подготавливать документы, отправлять их клиенту и так далее. Мы можем взаимодействовать с клиентом, то есть отправлять ему письма, делать информационные звонки, смс-ки и так далее. То есть робот может выполнять какую-то сервисную функцию и сообщать о какой-то ситуации клиенту в автоматическом режиме. Мы можем делать роботов для того, чтобы, например, прорабатывать такие сценарии, как сценарий утепления. То есть мы можем роботом запускать рекламные кампании, направленные именно на этого клиента, вернее, на группу клиентов и таким образом, например, помогать менеджеру по продажам воздействовать на клиента. То есть мы просто остаемся в его информационном поле. Это может применяться в тех случаях, когда клиенту, например, нужно какое-то время, чтобы подумать, принять какое-то решение. И в этот момент наша система может запускать рекламные кампании в социальных сетях или в других рекламных площадках. Делать это автоматически для того, чтобы оставаться в информационном поле клиента, чтобы все его мысли о нашем продукте или о нашей компании были в нужном направлении. Точно так же CRM может реагировать на различные действия извне, которые происходят, для того, чтобы опять же сократить человеческие затраты и что-то автоматизировать. Есть такая штука триггеры, и она умеет реагировать, например, на то, что человек взял и вернулся на сайт или на то, что он отреагировал на какую-то захватывающую форму. И еще какие-то события, которые могут происходить извне, CRM может на них реагировать и, соответственно, делать какие-то выводы, делать какие-то дальнейшие действия, работать по сценарию. Можно запускать, например, сделку, давать задания менеджерам, отправлять какие-то автоматизированные материалы клиенту, если он отреагировал, для того, чтобы, опять же, сократить расход человеческих ресурсов. Достаточно большое количество примеров здесь можно приводить, я не буду на них на всех останавливаться детально. Я скажу лишь, что мы можем делать удобные вещи, то есть, грубо говоря, если у нас есть задача менеджеру позвонить и сообщить что-то, то, соответственно, мы к этому заданию тут же прикладываем какой-то скрипт, чтобы менеджер понимал, в каком шаблоне, в каком формате он взаимодействует с клиентом. Если у него прилетела задача на звонок, он, соответственно, раз и видит сразу скрипт. Если менеджеру есть задача сделать какой-то документ, отправить его, дождаться подписания и так далее, эту историю мы точно так же можем автоматизировать, то есть система с помощью генератора документов может автоматизированно создавать документы и отправлять их клиенту. Ну и так далее. То есть важно при создании роботов учитывать еще и удобство, то есть удобство в дальнейшем использовании. Например, один из таких интересных примеров это то, что когда мы чего-то ждем от клиента, это не ситуация, в которой мы про него забыли и ждем, когда он что-то отреагирует. Или там стандартная история, названиваем ему, чтобы получить от него какой-то ответ и работаем таким дятлом. Да, мы можем использовать какие-то дополнительные вещи, то есть мы можем, например, отправлять ему автоматизированные смс, чтобы менеджера не трогать, с напоминанием о том или ином вопросе, ответ на который мы от него ждем. Причем в этой смс может быть сразу, грубо говоря, call to action, то есть какое-то действие, которое клиенту достаточно просто один раз нажать и сказать, ну ок, хорошо уговорили, чтобы менеджер ему тут же перезвонил и, грубо говоря, как-то реагировал. Это все на стыке роботов и триггеров, такие истории делаются. Один из кейсов, который хочу привести в пример, у нас есть такой сценарий в нашей компании, который работает на привлечение партнеров в партнерскую сеть. И понятно, что там есть менеджеры, которые общаются с нашими потенциальными партнерами, которые пытаются их довести до, собственно говоря, партнерства и провести дальше, то есть не просто заключить договор, но и, собственно говоря, сделать из партнера активного партнера, который совершает продажи, который привлекает клиентов, который обрабатывает заявки и так далее. И, собственно, это понятный процесс, который после подобного рода автоматизации было создано порядка 50 роботов в CRM, построена воронка, порядка 50 роботов в CRM. И вот за счет вот этой автоматизации без увеличения штата, без увеличения количества ресурса мы смогли увеличить конверсию практически вдвое. Просто за счет автоматизации структурной работы с входящими, грубо говоря, лидами. Зачем нам еще нужны сценарии? Ну давайте посмотрим, почему вообще сценарии важны, почему их нужно использовать. 80% продаж требует порядка 5 контактов. Мы знаем, что вообще есть золотое правило порядка 7 касаний нужно, чтобы клиент купил. Кто-то говорит 7, кто-то говорит 11. Есть простая статистика, которая говорит, что 80% продаж совершается через 5 звонков. Даже после встречи все равно нужно продолжать какие-то действия, независимо от того, что, условно говоря, говорит клиент, или как он пытается сдвинуть эту историю, или с нее сойти вообще. При этом почти половина менеджеров сдаются после первого звонка. То есть совершается первый звонок, получается отказ или что-то из серии «Сейчас неудобно, перезвоните позже» и так далее, и половина менеджеров сдается в этот момент. Это, конечно, катастрофа, и именно выстроенный сценарий работы с клиентом позволяет избежать вот этой истории. То есть если есть 5 звонков, значит, CRM будет требовать от менеджера совершить эти 5 звонков, требует зафиксировать эти факты, требовать отчетов и, соответственно, показывать руководителю, если это происходит неправильно или не происходит по той или иной ситуации. Вот мы видим, что 48% звонков совершается без цели закрытия сделки. Это еще одна история про сценарий и про скрипт того, зачем звонит менеджер клиенту. То есть зачастую это звонок из серии «Просто позвонить, получить отказ или просто поболтать». При этом у него в сценарии получается, что не существует вообще цели сделать из этого какую-то сделку. Как еще нам могут помочь различные роботы и триггеры? Они помогут нам помочь связать нашу, с помощью технологий, связать CRM с реальным миром и с реальной жизнью. Есть несколько идей, которые могут быть любопытны для вас, если вы, например, работаете с клиентами в поле, если вы, например, у вас есть какой-то зал демонстрационный, выставочный и так далее. Можно использовать различные вещи, связанные, например, для более богатых это дополненная реальность, когда можно использовать какие-то инструменты и приложения с дополненной реальностью для того, чтобы вызывать у клиента желание воспользоваться продуктом. И эти приложения, эти инструменты позволят в дальнейшем собрать с клиента какие-то данные и его интересы. То же самое касается, например, простых решений, например, QR-коды, которые являются, по сути, ссылками на какой-то сайт или какое-то приложение. И переход по этой ссылке может уже быть тем самым триггером, на который сработает CRM-система, зафиксирует, например, какой-то интерес. Там уже дальше сайт может собрать контакты или показать чат, или каким-то образом прокоммуницировать. Но данный переход уже будет реакцией CRM на, собственно говоря, какой-то интерес покупателя. И таких связей, игровых механик или каких-то современных технологий может позволить нам эффективнее работать с клиентами, ну, грубо говоря, которые в реальной жизни ходят там по городу, по залу, по офису и так далее. И когда мы выстраиваем с вами все это в одну воронку, собираем в едином месте, у нас есть возможность это все анализировать. И здесь нам помогает, собственно говоря, аналитика найти несколько интересных вещей. Ну, во-первых, мы понимаем, как делаются продажи, на каких этапах происходит с какой эффективностью обработка и взаимодействие с клиентом. Мы смотрим на аналитику практически в любом разрезе по менеджерам, по продуктам, по сценарию, по различным воронкам и так далее. То есть вообще изучаем и ищем узкие места. То есть вообще вся аналитика нам нужна для того, чтобы найти узкое место и попытаться его расширить, чтобы именно в этом месте стало лучше, да, и больше денег приходило в компанию, и больше денег проходило через воронку. Один из кейсов, которые, вернее, тут даже несколько кейсов, которые, в которых аналитика помогла пересмотреть бизнес-процессы и модель для того, чтобы увеличить, собственно говоря, продажи. Ну вот, например, изучение того, как поступают лиды, да, и анализ этих данных позволил компании переместить рабочий день позже. То есть раньше работали до 18, переместили на, по сути, 3 часа вперед, то есть до 21 часа, оставив дежурного менеджера и увеличили тем самым конверсию просто на 7% на ровном месте. Ну, нельзя сказать на ровном месте, плюс 3 часа или смещение какого-то графика, да, но это дает существенную прибавку. На большом обороте, что такое 7%, я думаю, вы представляете. Некоторые любопытные выводы, например, что не надо слишком много новых лидов на каждого менеджера. То есть в день у него должно быть не более 8 лидов. Ну, это отношение имеет к какой-то конкретной компании, связанной с ее моделью продаж и с ее продуктом. Соответственно, было понятно, что как только превышается количество лидов, эффективность резко падает. То есть менеджеры не успевают, теряют из виду, не успевают просто качественно обработать, если лидов больше 8 в день падает. Не более 5 продуктов на менеджера. Тоже любопытная история. Казалось бы, менеджер должен знать всю линейку, но вот более узкая специализация менеджеров позволила, опять же, увеличить конверсию за счет того, что люди стали лучше разбираться в тех в ограниченном количестве продуктов и передавать клиента другому менеджеру, если его интересует другой продукт. И в этом случае, опять же, общий результат компании, общий результат делопродаж растет. Ну, и всякие такие вещи, например, какой канал работает лучше, откуда приходит какая категория клиентов, как менеджеры работают с этой категорией клиентов. Ну, то есть может быть такое, что люди, приходящие из Инстаграм, имеют определенные особенности, с которыми лучше работает какой-то конкретный человек, потому что он сам там Инстаграмщик. Ну, грубо говоря, они там на одном языке лучше друг друга понимают. Пример банальный, но такое перераспределение может, опять же, повлиять на конверсию. И просто увидев, что один из менеджеров лучше работает с каким-то из каналов, мы либо начинаем перенимать у него опыт, да, то есть начинаем следить и разбираться, в чем же его секрет успеха и пытаться научить этому других, либо перераспределяем для того, чтобы вот этот менеджер работал именно с этим каналом, а другие с него снимаем, потому что там лучшую эффективность показывают другие менеджеры. Ну и так далее. То есть это все такие не всегда очевидные вещи, которые можно выяснить из аналитики и, собственно говоря, улучшить конверсию, улучшить продажи, просто вот правильно посмотрев под нужным углом цифры. А дальше сквозная аналитика. Если уж мы с вами выстроили все воронки и разобрались, что происходит у нас с клиентом, от начала, когда он пришел, увидел рекламу и с ней провзаимодействовал, до того, как мы начинаем ему продавать вновь, вновь и вновь, собственно говоря, нам поможет сквозная аналитика. Сквозная аналитика сохраняет нам все, что происходит с клиентом на этом пути, да, то есть мы видим, по какому объявлению он пришел, по какому там телефону он позвонил, на какую ссылку нажал, как сработало то или иное конкретное объявление. При подключении к трафику, собственно, к рекламным кампаниям, к рекламным площадкам мы начинаем получать данные о бюджете, то есть мы понимаем, сколько бюджета было потрачено на этот переход, понимаем среднюю стоимость клиента в этом канале и понимаем, сколько нам клиент в этом канале приносит фактически денег. То есть, по сути, мы получаем ответ на очень простой, понятный вопрос. Насколько эффективно работает рекламная компания, насколько эффективно работает рекламный бюджет. Мы конкретно видим, что вот здесь мы потратили столько, заработали столько. И это хороший ответ и дает возможность, собственно говоря, маркетологу достраивать рекламные каналы, перераспределять бюджеты, смотреть на то, как работает отдел продаж с тем или иным каналом и, собственно говоря, модифицировать объявления, модифицировать таргетинг и так далее. Как происходит работа со сквозной аналитикой? Опять же, мы стараемся сделать все максимально просто. То есть у вас есть набор каналов, которые вы можете подключить, источников трафика. Вы их выбираете, подключаете и, собственно говоря, получаете отчеты о том, что происходит с точки зрения окупаемости рекламы, с точки зрения вклада сотрудников в эту окупаемость, по сути. То есть вы увидите как раз ту самую информацию о том, какой менеджер, какой вклад делает в том или ином канале, насколько эффективна конверсия, насколько эффективно он работает и конвертирует из того или иного канала. Можете менеджеров тасовать для того, чтобы понимать, кто где лучше сработает. И здесь прямо реальный ответ на реальных цифрах. Тут проблема в менеджере или в лидах. То есть вы увидите. Можете, опять же, перетасовывая менеджеров, улучшать историю и ситуацию с конверсией. Для того, чтобы всему этому научиться, используя, в частности, сквозной аналитики в нашей CRM, Bitrix24 CRM, вы можете использовать, изучить наш видеокурс, который был специально записан по сквозной аналитике, как ей пользоваться, как настраивать, какие есть нюансы и так далее. Это видеокурс. Всего за час времени мои коллеги с экранов ваших ноутбуков или компьютеров расскажут вам о том, как этим пользоваться и научат вас с этим работать. У меня есть QR-код для тех, кто умеет пользоваться QR-сканерами. Слава богу, в современных айфонах эта штука уже работает. Можно просто перейти по QR-коду и попасть на этот курс по сквозной аналитике. Если вас это интересует, то, пожалуйста, пользуйтесь, сохраняйте себе ссылку. Итого, у нас с вами получается, что задача директора по продажам, продажника, собственно, выстроить воронки, по которым взаимодействовать с клиентом, обогатить это все сценариями взаимодействия. А задача директора по маркетингу, помимо своей воронки, собственно говоря, искать точки усиления отдела продаж с помощью своих инструментов. То есть у маркетолога в кармане есть большое количество инструментов, которые он может использовать. Это e-mail маркетинг, это рекламные объявления, это рекламные материалы, которые он может готовить и, собственно говоря, создавать для отдела продаж. И вот задача отдела маркетинга, помимо генерации трафика и привлечения, еще и усиливать отдел продаж в этих местах. Ну вот мы набрали клиентскую базу, и тут вопрос, собственно, как ее использовать дальше. Что еще у нас есть с точки зрения возвращения клиентов? Потому что если мы начали считать вам с точки зрения сквозной аналитики, насколько эффективно мы привлекаем, насколько эффективно тратим рекламные деньги, у нас с вами может возникнуть вопрос такой, что подождите, а что-то у нас очень эффективно-то и не получается, и модель не очень бьется. Ну то есть, грубо говоря, мы потратили там 10 тысяч на привлечение, цифры абстрактные, не обращайте внимания, и заработали с них там, не знаю, 11 тысяч. И тут вопрос, типа, ой, а как так? Мы заработали всего тысячу рублей, по сути, на каком-то количестве трафика. И тут возникает вопрос, а что с этим делать? То есть, да, как, потратив те же 10 тысяч рублей, заработать 20, 30, 40, 50 и так далее? И тут возникает вопрос, собственно говоря, оценки LTV, да, то есть вообще понимание, как долго клиент с нами взаимодействует, как много денег он нам может принести с момента, когда мы его первый раз привлекли, потратили деньги на его привлечение, до момента, когда он про нас совсем-совсем забудет, и, собственно, наши отношения на этом закончатся. И вот этот период, это lifetime, жизненный цикл, по сути, клиента, да, время жизни его, и та ценность, которую, те деньги, которые он может нам за этот период принести, это LTV, то есть lifetime value. Ценность каждого клиента за тот период его, за период его жизни, по сути. И когда мы начинаем в этом, в этой парадигме рассуждать, наша с вами задача, это LTV, по сути, растить все время. То есть нам нужно как можно больше денег с клиента получать за вот этот период его жизни. То есть, во-первых, наша задача продлевать этот период жизни, а во-вторых, собственно говоря, увеличивать количество денег, которое он за этот период нам приносит. И для этого, собственно говоря, нам нужна системная работа с нашей клиентской базой. То есть если мы смогли зафиксировать клиента, да, мы смогли провести его поворонки, да даже если не смогли провести поворонки, он в какой-то момент отказался, это все равно для нас актив, это ресурс нашей компании, который мы обязаны использовать. И что мы можем делать? Напомню цифры, о которых говорил в самом начале, и сейчас они уже выглядят несколько иначе. Вы представляете, что 80% компаний не используют это богатство. То есть у нас с вами есть возможность сохранить, записать, возможно продать, но в дальнейшем большинство компаний этого никак не используют. Тут никаких слов для комментариев не остается. Давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. У нас есть несколько путей. И, конечно, один из путей – это e-mail маркетинг. То есть по-хорошему мы могли бы, собственно говоря, самое простое, что делают большинство, добавляют всех, кто как-либо обращался в компанию, если у нас есть e-mail, добавляют в свою e-mail рассылку. Сейчас с этим, слава богу, построже немножко, но в целом маршрут примерно такой же. И мы видим то, что вы видите сейчас на экране. Это моя вкладочка промо-акций в моем ящике gmail, который очень активно используется, как вы понимаете. И там огромное количество рекламных писем. Огромное количество. Видите, они все непрочитанные. Ну то есть максимум, на что на самом деле могут рассчитывать компании, которые пишут мне вот сюда, на то, что они заголовком как-то меня заинтересуют. Возможно, когда-нибудь. И если заголовком они меня заинтересовали, возможно, я прочитаю это письмо. Но на самом деле шансы крайне малы. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что этот инструмент работает не так эффективно, как бы нам хотелось. Что мы можем с этим сделать? Мы можем превратить email-маркетинг в CRM-маркетинг. То есть превратить, перестать тупо рассылать по большой базе какую-то нашу рассылку, а превратить ее в умную рассылку. Что такое вообще CRM-маркетинг? Это, собственно, маркетинговое усилие, маркетинговая активность, направленное на клиентов, которые у нас с вами есть в CRM-системе. И на основе тех данных, которые у нас о клиенте есть. То есть это не просто добавили в базу и начали рассылать. Это более умная работа с нашей клиентской базой. Мы можем это делать для того, чтобы увеличивать конверсию. То есть еще на тех этапах, где с вами идет работа с клиентом, мы можем совершать какие-то маркетинговые действия, чтобы увеличить конверсию. Мы можем, собственно говоря, с помощью CRM-маркетинга увеличивать повторные продажи, то есть работать над тем, чтобы клиенты возвращались и покупали снова, снова и снова. И, собственно говоря, работать над увеличением лояльности. То есть есть некий индекс лояльности. То есть чем более лояльный клиент, тем больше вероятность, что он совершит покупку еще раз. Соответственно, мы делаем не только продающие письма, но и какие-то общего назначения, общего характера для того, чтобы поддерживать лояльность. Подарочки, поздравления и так далее. И здесь очень важно выстроить у себя некий жизненный цикл. То есть вообще понять, что происходит и как вообще выглядит цикл клиента. Ну вот у меня очень такая упрощенная схема этого жизненного цикла. Мы с вами знаем, что у нас есть некоторый этап знакомства, когда мы на клиента как-то повлияли своими рекламными материалами, чтобы он о нас узнал и куда-то сдвинулся. У нас с вами есть первая покупка, и за ней следует некий опыт использования того, что он у нас купил. То есть некое отношение к нам возникает. То есть если он доволен покупкой, доволен услугой или сервисом, который мы оказали, у нас может идти дальше. То есть какая-то повторная покупка, ну и, собственно говоря, переход в абсолютно лояльного клиента, который готов чуть что вас рекомендовать и покупать у вас, собственно говоря, всегда. Это очень упрощенная схема, но наша задача, собственно говоря, на такой схеме найти те места, где клиенты от нас утекают. То есть мы видим, что у нас есть такой отток, по которому клиенты от нас уходят между этими стадиями условными. И, собственно говоря, работать инструментами маркетинга с такой целью, чтобы этот отток уменьшать. Для этого у нас с вами есть целый ряд инструментов. То есть, во-первых, мы можем с вами взять какой-то кусочек нашей аудитории, который считаем, что находится на каком-то из циклов вот этой жизни клиента, то есть выбрать этот сегмент и, собственно, поработать с ним. При этом мы выбираем сегмент по абсолютно разным критериям и параметрам. Мы можем в том числе и ручные параметры задавать, можем делать какие-то автоматизированные параметры и серии «как давно общался» или «как давно покупал». Или, например, клиент, находящийся на стадии опыта использования нашего продукта или сервиса, это тот, кто у нас недавно купил. Вот, собственно говоря, пожалуйста, сегмент для взаимодействия с ним. Или те, кто совершил вторую покупку, но никак не перейдет в режим лояльности или третьей покупки и так далее. Вот, пожалуйста, тоже сегмент, который можно выделить в своей клиентской базе. При этом, на самом деле, критериев для сегментации может быть достаточно много. Это может быть положение на вот этом цикле жизненном клиента, это могут быть какие-то другие факторы. Ну, то есть, это может быть какой-то географический фактор, это может быть демографический фактор, это может быть социально-экономический. Ну, то есть, грубо говоря, сколько человек потратил или готов тратить деньги. какой у него уровень дохода, какие-то поведенческие истории. Например, почему он принял решение о покупке, какую выгоду он получал от этого товара или услуги для себя лично, или в целом это была необходимость и так далее. То есть этих факторов достаточно много. И для того, чтобы их использовать, опять же, наша задача – эти факторы собирать. То есть встройка в сценарии взаимодействия с клиентом, еще на этапах продаж, на этапах взаимодействия с клиентом, оказания ему услуги, должна быть таковой, чтобы мы в CRM сохраняли различные вот эти критерии. То есть, например, нам не проблема сохранить локацию, то есть мы так или иначе клиент взаимодействуем, знаем, где он там живет или где работает, какой-то адрес имеем. Окей, у нас есть сегмент по локациям. Для того, чтобы понять какие-то вещи, связанные с его соцдемом, мы можем, опять же, выяснить, ну, пол очевиден, возраст условно можно узнать или включить в скрипт дополнительные вопросы, которые менеджер в процессе продажи или в процессе оказания услуги уже там зададут ему и выяснят, и сохранят в CRM для дальнейшей уже сегментации и использования этого в продаже и в генерации повторных продаж. И, конечно, в дальнейшем наша задача использовать те каналы коммуникации, которые у нас с клиентом работали, да, для того, чтобы, собственно, его возвращать. Емейл-маркетинг никуда не девается, просто он становится умным, да, мы делаем четкие сегменты с четкой выявленной нами потребностью и направляем письма не большим, как из пушки по воробьям, а более точечными ударами, по сути, как из снайперской винтовки по воробьям. Ну, то есть мы знаем, что у нас есть определенные сегменты, мы знаем, какую потребность, какой продукт, какой товар, какую услугу сейчас ему предложить, чтобы вероятность реакции была выше. То же самое касается и мессенджеров и социальных сетей. Если клиент с нами прокоммуницировал через такой инструмент, то, соответственно, нам ничего не мешает этот инструмент использовать для дальнейшей коммуникации с ним. CRM-система может сама инициировать, собственно говоря, общение там. Если общение было раньше, мы создаем сегмент и, соответственно, направляем мы в мессенджеров какое-то предложение, опять же, точное, очень узко таргетированное именно на определенный сегмент. И таким образом мы можем сделать наши вот эти коммуникации не просто беспорядочной рассылкой, а очень точным инструментом, который позволяет нам возвращать клиентов и, собственно говоря, не вызывать у них раздражения спамом. CRM-маркетинг точно так же может работать и с рекламой. То есть мы можем брать сегмент наших клиентов и не использовать каналы прямой коммуникации, то есть присылать письма, присылать сообщения, совершать звонки, смс и так далее, а косвенного взаимодействия. То есть мы запускаем рекламную кампанию, таргетируя на наш сегмент. И в этом случае мы, собственно говоря, вызываем еще меньше раздражения. И для нас это, опять же, с точки зрения бюджета достаточно эффективно получается, потому что сегменты не очень большие, но они очень целевые. И это означает, что, скорее всего, реакция на объявление, даже если оно будет достаточно дорого стоить, будет крайне эффективной. Мы таким образом получаемся в пространстве клиента. То есть он нас видит в своей поездке дня в Фейсбуке, в ВКонтакте, в Инстаграме, везде, где он, собственно, проводит свое время. Там мы у него появляемся. И это хороший инструмент, опять же, очень точного таргетинга. То есть мы можем выбрать сегмент, главное, чтобы он был достаточно большой по размерам, и сформулировать очень точное предложение для этого сегмента и, собственно, направить его вот таким каналом коммуникации с помощью рекламных объявлений. Ну, а дальше уже понятно, что там есть лидозахватывающая форма, триггеры, роботы и так далее. И еще один момент, на который я хочу здесь обратить внимание, это целостность вообще всей этой стратегии. То есть инструменты понятны, понятно, что мы можем делать и как. И вот здесь очень важен целостный подход. Вот у меня есть один из, на мой взгляд, негативных примеров массивного маркетинга, email-маркетинга, когда мы увидим, что из моего ящика за один только месяц, вот здесь один месяц представлен, за месяц мне вот такое количество email приходит от одной компании, и что я должен сказать, что ни одно из них не попадает в мой интерес. При том, что компания, я уверен, знает, что именно я у них покупал и заказывал, и какие именно у меня интересы, но вот эта постоянная массивная рекламная рассылка по сути ничего, кроме недоумения, не вызывает, потому что абсолютно не попадает в мой интерес и в то, зачем я к ним обращался ранее. Ну и кроме как отписки, боюсь, ничего из этого не получится. Что может быть, как можно выстраивать такую коммуникацию? То есть она может быть пошаговой. То есть мы могли бы выстраивать такую стратегию. У нас есть малоинвазивный, грубо говоря, канал коммуникации, это реклама. То есть мы попробовали рекламную кампанию. То есть у нас есть сегмент, который мы решили вернуть. И вот мы действуем по шагам. Мы запустили рекламную кампанию. И для тех, кто на рекламную кампанию не отреагировал, мы можем пойти на следующий шаг. Потому что если на рекламную кампанию отреагировал, все окей, все, мы этого клиента переводим уже в сделку. Там дальше начинаем с ним работать уже другими инструментами. Но знаем, что у нас осталась большая часть, кто не отреагировал на рекламу. Мы можем попробовать следующий, чуть более инвазивный инструмент. И отправить письмо. То есть мы отправляем письмо на уже меньший сегмент. И если там у нас, опять же, условно, 10-15% прочитает, там 2-3% отреагирует, соответственно, мы еще какую-то часть отсечем и переведем в продажи, и делаем третий шаг, например, отправляем смс. Я надеюсь, что у всех есть согласие на отправку различных сообщений. Опять же, если смс у нас какой-то эффект вызвало, но не сработало для большей части, мы переводим это в звонок, и дальше уже там либо автоматизированный, либо звонок менеджерам происходит. И таким образом мы с вами получаем очень аккуратную по отношению к личному пространству людей сценарий. То есть мы им сначала рекламу показали, не отригрывая ног, попробуем посильнее пошевелить, посильнее, посильнее наращивая, так сказать, усилия свои. И в то же время уменьшаем нагрузку на уже менеджеров, которые стоят на последнем шаге этого взаимодействия, потому что мы испробовали все другие инструменты. И вот таким образом у нас могут быть выстроены регулярные или разовые сценарии возвращения клиентов по таким вот шагам. И на самом деле в реальности вот такой подход в формировании работы, продаж и маркетинга – это реальная точка роста сегодня для компании. И это достаточно очевидно, потому что очень небольшой процент компаний вообще используют CRM, и очень маленький среди них процент используют подобного рода технологии автоматизации своего CRM-маркетинга. Это означает, что вы сегодня можете быть быстрее, лучше и качественнее с этой точки зрения, чем ваши конкуренты. И есть даже некоторые исследования, которые проводят крупные IT-компании на этот счет. Такого рода подход к своему маркетингу, к продажам, когда мы систематизируем и выстраиваем у себя, автоматизируем все это дело, мы получаем до 30% к прибыли, до почти 40% к удержанию существующих клиентов, то есть к повторным покупкам, и плюс 40% практически к конверсии. То есть эти цифры явно показывают, что оно того стоит, что нужно заниматься подобными вещами, нужно систематизировать эти подходы, нужно переводить это все, так скажем, на аналитику, на подход цифровой, то есть когда мы обращаем внимание на цифры и, исходя из этого, выстраиваем у себя процессы и, соответственно, делаем, принимаем те или иные решения по расходованию средств, по их утилизации, скажем так. На этом у меня все. Я напоминаю, что вы можете задать сейчас мне вопросы, и я с удовольствием их сейчас попрошу, чтобы мне их озвучили. Катя, у нас есть вопросы? Нет вопросов? Хорошо. Значит, и для других спикеров тоже я напомню, что вы можете использовать эту форму для того, чтобы задавать вопрос. И, соответственно, они будут поступать нам, мы их здесь обрабатываем и будем озвучивать здесь в прямом эфире. Все на этом у меня. Продолжение следует... Продолжение следует...